Жизнь певца Мурата Насырова оборвалась трагически. В ночь с 19 на 20 января 2007 года он выбросился с балкона своей московской квартиры на пятом этаже. Ему было всего 37 лет. Вокруг его смерти ходило много слухов и сплетен. Родители певца не принимают до сих пор тот факт, что их сын, верующий мусульманин, мог наложить на себя руки. Еще учась в Гнесинке, Мурат познакомился с будущей супругой Натальей Бойко. В 1999 году они сочетались с браком по уйгуртской традиции. В ЗАГСе отношения планировали оформить в марте 2007 года, о чем Насыров говорил незадолго до смерти. В марте 1996 года у пары родилась дочь Лия, а в октябре 2000 сын Акин. Что же послужило причиной его гибели? В начале 2000-х Мурат познакомился и имел краткосрочный роман с гимнасткой Алиной Кабаевой, посвятив ей даже песню Алина. Недолгий роман оставил теплые воспоминания как у Мурата, так и у Алины. А в 2006 году у Алины Кабаевой в условиях полной секретности развиваются любовные отношения с Владимиром Путиным, который старше Алины на 31 год, ниже роста и безумно влюблен, что делает его еще безумно ревнивым. Кабаева имела неосторожность рассказать подругам о романе с Насыровым, называя его лучшим мужчиной, который у нее был, и сказав, что до сих пор любит его, и это уже во время отношений с Путиным. Запись этого разговора предоставили Путину в конце ноября 2006 года. Спустя несколько дней Путин попросил Николая Патрушева решить вопрос с Насыровым раз и навсегда. Журналисты, ссылаясь на архивную публикацию в телеграм-канале «Генерал СВР», считают, что Насырова убили по приказу Путина, который узнал о романе Насырова с Алиной и не сумел обуздать свою ревность. Так ли это на самом деле, остается лишь догадываться. Известно, что Насыров действительно был знаком с Кабаевой. Он даже посвятил ей песню «Алина». В сети есть ролик, на котором Алина с улыбкой танцует вокруг Мурата, пока он исполняет песню о ней.